Привет-привет! С вами Астрома, вы на канале Анисанрайз и долгожданное продолжение прохождения Хроник Валькирии. Кто смотрел предыдущую серию, тот помнит, что наш отряд оказался в полной жопе по моей вине, потому что я думал, что к вот этому третьему выключателю можно будет пробраться напрямую, но оказалось, нет, там непроходимая стена, и в итоге нам придется пробираться как-то вот так вот, но все это дело осложняется тем, что у нас на стенах тусуются снайперы, там куча командных пунктов, там стоят доты, в общем, все плохо, к тому же к нашей базе уже их штурмовики продвигаются. Я не знаю, что делать сейчас, но выкручиваться как-то нужно, потому что не первый раз мы в такой сложной ситуации оказываемся, и первым делом, я думаю, нужно наших ребят спасти, Теда, Алисию и Ларга. Попробуем Собер-Рейса достать минометом. Так, нужно поближе, наверное, немножко подъехать, но у нас там по бокам как бы противотанковые мины, и можно как бы на них наехать. Так, хорошо, вроде бы приехали. Так, попробуем забрать того штурмовика. Все, ну отлично, ну теперь можно просто посмотреть, что враг там предпримет. Совершенно незавидное у меня положение. Ну, окей, еще и подкрепление прибыло. Так, ясно, одного штурмовика оттуда снял, еще один появился. И бежит он правильно, да, туда, к этим окопам. Так, хорошо. Просто отлично. Так, ну без инженера мне будет, будет как бы нифига не просто. Ну, вообще шикарно, ребят. Что здесь еще можно сказать? Просто обложили со всех сторон. Мне нужно по-любому эту территорию как-то зачищать, потому что мне и бить это тудой. По правому флангу. Просто шикарно. Как из всей этой ситуации выйти сухим? Так, ладно, у нас там два штурмовика. Два штурмовика, но и там вон еще тоже два штурмовика сидит. Так, хорошо. Здесь есть еще такой вариант. Пускай Теда и Алисию забирают. Потом я просто ларга проберусь к ним. И как бы потом уже присамоню их на какую-нибудь другую базу поближе. Хотя Тоже просто так отдавать бойцов не хочется. Так, попробуем сейчас минометом достать. Там где-то поблизости тусовались два еще штурмовика. Ага, вон они, вон они, вон они. Но сначала мы попробуем танк уничтожить, который может помешать. Так, хорошо. И нужно будет сделать еще один залп из миномета. Ну, хотя миномет у этого танка намного слабее, чем у Адельвейса, но может быть чего-нибудь получится. Да, все-таки он действительно намного слабее. Поэтому мы сделаем чего? Мы просто Адельвейс сюда пригоним. Ой, не Адельвейс, а Шамрак. Чтобы в случае чего он просто из пулемета достреливал все это дело. Так, хорошо. Значит, этих мы оставляем здесь. Нужно ребят отводить. Там наверху сидит снайпер и не хотелось бы попасть под его обстрел. Вот этих ребят уже в принципе можно Вон у нас снайпер тусуется. Можно пытаться продвинуть на ту сторону. Если, конечно, что-нибудь у нас получится. Так, хорошо. И вон тех вот точно, все. Вон тех двух мы сейчас попробуем забрать минометом разведчика. Блин, я не могу... Во, все, сориентировался. Значит, вот так мы выстрелим и двоих должны забрать сразу. Так, все окей. Минус два. И в следующем ходу этот разведчик у нас уже перейдет на ту сторону. Так, хорошо. Разведчика перебросили. Теперь попробуем забрать снайпера. Тогда можно будет особо не волноваться и пару человека оставить здесь. Так, все, хорошо. Снайпера забрали. Если новые не появятся, то особо волноваться будет не о чем. Можно было бы этого снайпера сейчас на вышку загнать, но командных очков мало и я не знаю, дойдет он. Нет, не дойдет. Пока не дойдет, поэтому мы его просто спрячем вот сюда. Так. Но штурмовика мы тоже оставлять не будем. Потому что мало ли, все-таки вдруг придет снайпер. Так, а штурмовика мы просто вот здесь пока поставим. Так, ну все, теперь мои действия начинают приобретать какую-то форму. Так, там у нас переход на большую дистанцию такую, нам нужно много разведчиков. Так, вот этих штурмовиков я своими разведчиками снять никак не смогу. только если Эдельвейсом попытаться что-то сделать. Но двоих сразу я не достану. Я смогу только одного цепануть. Но нет, даже немного и задел второго. Так, все хорошо. И я опасаюсь за Рамону, она как бы там может попасть под обстрел. Мы ее тоже немножко сюда отведем. Так, все, смотрим, что из этого получится. Нужно еще посмотреть, что на той стороне происходит. За вон теми воротами. И смогу ли я разведчиками там что-нибудь сделать. вот чтобы эти два штурмовика они сразу в кучку стали, я бы их двоих сразу снял и потом просто захватил этот командный пункт. Я бы уже ни о чем не волновался. Так, вот это уже хреновенько. Вот здесь штурмовик мне совершенно не нужен. Учитывая то, что с моей стороны здесь просто разведчик. Да. Вот это ребят уже совсем нехорошо. Придется вести Рози, видимо. Ну, шикарно. А вот об этом я как-то не подумал. Хотя стоп, 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 ребят, что я не подумал? Там же Ларга сидит и сидит прям вот там где нужно. Ларга сможет выйти прямо в тыл к этому танку. Все, сейчас. Немножко я протупил, нужно было намного раньше этот танк снять, чтобы он не мешался. Так, прибыли мои разведчики. Так, потихоньку мы начинаем возвращать свои позиции. Ну, пока, правда, в планах, но все же до их исполнения не так уже далеко. Так, забираем танк и прячемся обратно. Да ладно! С такого расстояния, Ларга, ну, вот как? просто как можно было мясануть с такого расстояния? Ларга, не расстраивай меня, пожалуйста, вот, 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 не так. Как бы последний выстрел остался, там сбоку два штурмовика еще тусуются, ну, как бы мне не весело. Все, забираем танк. Все, отлично, с третьей, с третьей, третьей попытки. Да-да-да, молодец, Ларга, три выстрела у тебя ушло на то, чтобы забрать один вражеский средний танк. Так, ну что, будем теперь потихоньку забирать вот этих ребят. Да, я все-таки думаю сейчас, чтобы не мучиться, возьму-ка я их командный пункт, вон тот. Так, меня видеть не должны сейчас, по крайней мере, не должен видеть меня тот штурмовик. Мы его минометом пришибем, чтобы уж наверняка... Так, только где он там тусуется? Что-то я не могу прицелиться толком. Ну, как-то так, наверное. Нет, смотрите-ка, не так. Не зашло, придется что-то делать Алисии. Так, вон он, вон он, вон он. Только как по нему попасть, как по нему попасть, где он там стоит, толком не видно. Так, вот он, вот он, вот он, вот он. Блин, это далеко, так не достану. А хотя, может быть, как бы, мучиться не стоит, может быть, просто стоит подойти. Так, стоп, стоп, стоп. Может быть, стоит просто подойти и сделать, как бы, вот так. Пока нас не видят. Так, все, забираем командный пункт и пробиваемся на ту сторону. Так, все, вернули лагерь, который однажды уже был нашим. И теперь просто так, приехали, хорошо. Как-то я не подумал о том, что здесь еще кто-то может быть. Так, хорошо, 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 что мы делаем дальше? Нам нужно двух вот этих разведчиков тоже перебросить на ту сторону. А заодно, может быть, там найдем того штурмовика, где он вражеский. Так, а что это лежит такое непонятное? Это, похоже, есть вражеский штурмовик. В общем, оставим его так. Трогать мы его не будем. Так, сейчас мы все силы соберем и потом пойдем на прорыв. Скорее всего, это будет уже прямо в следующем ходу. Ну, мне, если честно, казалось, что вот эту ситуацию, в которой я оказался, уже не исправить. Хотя, пойти... Да, точно, вот. Я думаю, стоит помочь Алисе, чтобы там она не мучилась. Сейчас мы ржахнем разок. Так, как бы попасть туда еще? Так, в общем, немножко не то, ну ладно. Почти мы его пристрелили. Так, все, там чисто. можно еще Теда туда перебросить. Я думаю, эту базу охранять не нужно, потому что если враги и пойдут, то они пойдут кудой-то сюда. Так, во, привет. Тебя-то мы и искали, только как бы по тебе... А, вот, все, отлично. Ну все, весь правый фланг теперь и наш, врагов здесь нету. Теперь можно будет смело идти штурмовать. У нас уже четверо. Так, и мы даже еще сможем чего-нибудь сделать. Так, ну чего, чего мы можем сделать? Ой, честно, даже без понятия, куда эти командные очки потратить. Отряд у нас укомплектован, значит, мы эти командные очки оставим на следующий ход. Так, отлично. Значит, там две командные базы осталось. Попробуем их как-нибудь забрать. Хотя, с той стороны стоило бы танк провести. Ага, вот и все, как бы, вот и весь ход врага. Похоже, у них не осталось солдат в запасе. видимо, с той стороны они тусуются, но к нам идти особо не хотят. И знаете, наверное, я сделаю то, что раньше я так вот прям не делал. я все-таки сохраню игру, потому что, мало ли, что-нибудь вылетит, и потом мне станет грустно совершенно, потому что как-то уже очень хорошо у меня сейчас все получается. И не хотелось бы, чтобы все это внезапно накрылось. Так, ты ж тварь. Ах, ты ж собака. Нет, не достанет, не достанет слишком далеко. Так, окей, хорошо. А, это не добиток, это же тот не добиток, похоже, да? А нет, это не не добиток вовсе. Это какой-то парень с фулл-хп. Ладно, попробуем его забрать. Внезапно, он как-то так удачно стал прямо, что нам никак не выйти. Вот, все, теперь мы спокойненько должны выйти. Так, Тед, давай. На тебя вся надежда. Так, ну теперь, во, все, отлично, теперь попадаем. Ну все, идем. Так, можно пойти по лестнице наверх, или можно, можно, можно пойти пустую базу и захватить. Так, окей. и мне в комментах одну очень интересную вещь сказали, о которой я раньше не знал. Сейчас мы попробуем это дело сделать. так, ну это мы как бы знаем. хотя, я уже придумал интересный способ, так, так, и было видно на заставке на той, на той сцене, что вот здесь у нас, да, есть враг. Так, нам сейчас нужен шамрак, и мы попробуем, я думаю, если на одну мину мы наедем, я не знаю, а если на одну мину наехать, что у нас случится с гусеницами? Ладно, попробуем, просто другого как бы способа у меня нету. Это сейчас такой самый оптимальный вариант. Попробуем проехать. Да ладно, он вообще прощемился, даже не задев противотанковую мину. Так, Юна, давай, мы сейчас с тобой кое-что попробуем сделать. Довольно необычное. Да раньше я таким не занимался, но сейчас посмотрим. Так, а сказали мне, что есть такой приказ, который я использовал в одной из прошлых серий, который называется Разрушение, и он сильно увеличивает урон радиатору танка, и мне сказали, что он практически из-за любого класса может сделать лансера. И сейчас мы это проверим. По идее, даже разведчик будет способен уничтожить вражеский танк. Давайте попробуем пострелять. Как бы да, ребят, да, 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 все, все отлично работает. И осталась последняя проблема, которая заключается в артиллерии вражеской. так, 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 там у нас чисто, а значит, нам нужно пробраться к тому лагерю. И если все пойдет как запланировано, то еще пару ходов и победа в наших руках. Так, Алисия, ладно, оставайся тогда там, тебе далеко идти. Еще одного разведчика мы притащим. Да, скорее всего уже даже в следующем ходу должна быть наша победа. Ну, врагу больше делать нечего, у них одна, один командный пункт остается. И их всего лишь двое. Два штурмовика. Одного мы сейчас заберем сверху. Ну, второго тоже как-нибудь заберем. Думаю, это не страшно. Так, лишь бы сейчас на мне испортила артиллерия всю картину. так, ну, все нормально, ничего страшного. Так, идем забирать еще одну вражескую базу. Так, куда я там спускаться? А, вот она. Да ладно! Вот это мы приехали, ребят. Вот это мы приехали. был один, стало трое. Так, ну, блин, вот это уже грустно. Вот это очень-очень-очень грустно. Так, значит, тут тройню... Значит, тут тройню. Что стоит тройней-то делать? теттет. Тед, тебя тоже туда мы тогда отправим и... ты у нас минометом попробуешь жахнуть, точно. Так, да, чего-то мои планы здесь обломались, я думал, что гранаты хватит для них, но казалось нифига. Одной гранаты им явно мало. Так, не видно же. Блин. Во. Так, отлично, теперь нужно как-то прицелиться. Во, все, поехали. Ну, блин. Ладно, хорошо, это все оставим на потом. Шамрак этим пусть у нас займется. Просто есть хорошая идея использовать его в качестве прикрытия от артиллерии. Так, мы встанем как-нибудь 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 вот так. Оттуда мы минометом да, конечно же не достанем, а только если пулеметом. Ну, и то это было бесполезно, ладно. Так, сейчас главное не наломать дро. Главное сейчас сделать все аккуратно и и по плану. Так, ну, ладно, тогда и третьего нашего разведчика мы отправим туда же и попробуем еще один раз миномета выстрелить. Да, похоже, в этом ходу победы мне не видать. все было бы совсем по-другому, если бы здесь был только один враг, а не трое. Так, ну, как, как здесь прицелиться-то? Так, может быть, гранатой будет лучше целиться? Да нет, гранатой тоже как-то не особо. Что ж вы столпились не там, где нужно? Да вообще ничего не видно, что делать? Нар. Так, ну, ладно, попробуем наугаду гранату бросить вот сюда. Что-то я не особо вдупляю, куда я там попадаю. Ну? Ну, ясно, другого и не ожидалось. Все в целости и сохранности. Ладно, тогда едем на танки. Забираем этих двоих. Потому что долго, я думаю, сверху я их буду пытаться расстреливать. Неблагодарное дело. Так, все, теперь можно спускаться и спокойненько захватывать базу. Так, ставим танк как прикрытие. так, не доехал. ладно. Хотя, еще может доехать. Вот так, значит, мы его поставим. И, чтобы уж не терять напрасно командные очки, попробуем этого штурмовика снять. Хотя бы немножко подпортим ему жизнь. так, что мы можем сделать дальше? Нужно спускать наших ребят. Захватывать командный пункт, чтобы сюда снова никто не набежал. Так, отлично. Что мы можем сделать дальше? Мы можем попытаться пострелять по вот этому штурмовику. И, если хорошо постараться, то да, может выйти даже как-то вот так. Так, ну что, ребят, у меня готов план для победы. Только нужно спустить еще двух разведчиков, потому что с первого раза может не получиться это дело. А в следующем ходу мы просто пробафаем одного из разведчиков и побежим, спрячемся за танк, а потом просто выйдем и нажмем на эту кнопку. Как-то даже слабо верится, что даже вот из такой ситуации, которая была в начале серии, можно нормально выйти. так, ну врагу делать нечего, все, у них командных пунктов нету, у них осталась лишь артиллерия, которая ничего абсолютно сделать не может, хотя она еще может дать, не дать нашим разведчикам подойти, и это тоже будет достаточно плохо. У нас есть приказ на снижение перекрестного урона, это вот как раз таки то, что нам сейчас нужно. Если все сработает, то разведчик наш доберется. Так. Где наши приказы? Так, где там, где там, где там? вот, 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 нам нужно, снижает урон от перекрестного огня. Ну и теперь, по идее, мы можем добежать до танка, попытаться. Ладно, поехали. Да, 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 все, ребят, до танка мы добрались. стой, стой, стой. Все, теперь просто бежим и захватываем. Где-то там впритык на последних секундах. Я так не знаю, победа, справились. Сакция 終了. Ну, не все так плохо. И хотя Д ранг только мы получили, вообще радует то, что битва закончилась победой. Исчислитель спуска. Ну, такого раньше точно не было. Так, новая медаль. спуска. ух не нравится мне все это и хотя она сейчас будет сильвария будет выступать не в роли валькирии как то мне кажется особо проще мне от этого не станет а на этом мы серию заканчиваем в следующий эпизод мы отправимся уже следующий на этом все всем спасибо за просмотр пока